Мы начинаем работу в эфире в студии местного времени Евгения Шильникова. Здравствуйте! О том, какие события произошли в городе и области в последний рабочий день и что о них думают ангарчане, узнаем прямо сейчас. Главные темы выпуска. То есть по-прежнему мы остаемся бюджетом независимой территории. На жизнь зарабатываем сами. Больше чем наполовину муниципальная казна наполняется из собственных доходов. Движение, транспортный средств будет осуществляться по старой схеме, то есть будут открыты и ближние, и дальние ворота. Подготовка к радунице. Въезд на территорию по ГОСТа снова ограничат. Честь, что отец прошел войну. Мы гордимся им, что он воевал, что победу одержал. И почести для героев. Ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления с Днем Победы. Одна казна вместо пяти разрозненных бюджетов. В Первом лицее накануне вечером состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджетов районного, городского, а также Одинска, Мегета и Саватеевки за прошлый год. О цифрах, фактах и тех, кто остался недоволен результатом в нашем следующем материале. Доходы округа в прошлом году составили почти 5 миллиардов рублей. Это 97% от намеченного плана. В их число вошли налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. В структуре доходов доля налоговых и неналоговых доходов составила 51%. Доля межбюджетных трансфертов 49%. То есть по-прежнему мы остаемся бюджетонезависимой территорией, потому что собственных доходов у нас больше, чем безвозмездных поступлений из-за бюджета Иркутской области. Расходы составили 5 миллиардов 199 миллионов рублей. Это 89% от намеченного плана. Дефицит сложился в сумме 240 миллионов рублей. Львиная доля расходов около 3 миллиардов была потрачена на образование. Средства пошли на обучение более 40 тысяч детей в школах и детских садах. В том числе 9 тысяч ребятишек получили дополнительное образование. Однако не все остались довольны. Людмила Раевская попросила вернуть родительские взносы. По ее мнению, на питание детей выделяется недостаточная сумма. Кроме того, многие здания учебных учреждений нуждаются в ремонтах, чтобы соответствовать САНПИНам. Вы не можете нам дать на все эти деньги, но давайте немножко изменим политику по отношению к родителям. На содержание нужно, чтобы они помогали. А для этого просто надо сказать, уважаемые родители, спасибо вам за то, что вы помогаете жить образовательным учреждением. Сегодня хотя бы по минимуму, но мы без вас обойтись просто не можем. Людмилу Раевскую поддержало большинство ее коллег, однако педагогам посоветовали ценить, что имеют. Ведь в других муниципальных образованиях порой нет денег, чтобы заплатить за свет и тепло в школах и детсадах. А председатель бюджетной комиссии Наталья Белоус сделала акцент на социальную ориентированность бюджета, несмотря на то, что прошлый год был сложный в плане организационных моментов в связи с объединением. В завершении слушания ангарчане единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать отчет к утверждению на Думе округа. Елена Мильвит, Алексей Кусюмов, Местное время. Во вторник 10 мая отмечается Радоница или День поминовения усопших. На подъезде к городскому кладбищу Березовая роща в этот день ожидается плотный автомобильный поток. Но въехать на территорию погоста смогут далеко не все. Большинству посетителей придется оставить свои автомобили на парковке. Движение транспортных средств будет осуществляться по старой схеме, то есть будут открыты и ближние, и дальние ворота. Организована парковочная площадка для автотранспорта. Пропуск на территорию самого кладбища будет осуществляться только для водителей-инвалидов, для тех, кто предъявит удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, либо для людей, которые не смогут самостоятельно передвигаться. На 10 мая синоптики прогнозируют понижение температуры. Многие ангарчане, чтобы не стоять в пробках и не мерзнуть на остановке, стараются посетить могилы усопших родственников накануне родительского дня. Сегодня утром на площади Ленина машина снесла бетонное ограждение. За рулем иномарки находился 60-летний ангарчанин. Как выяснилось позже, пожилому мужчине стало плохо. В местном отделении ГИБДД сообщили, что водитель был трезв. Подробности происшествия уточняются. А вот архитектурная конструкция, в которую въехала машина, восстановлению не подлежит. Днем ее полностью демонтировали. Одним из первым в этом году поздравление с Днем Победы принял ветеран Великой Отечественной Прокопий Янгутов. Прокопий Николаевич ушел на фронт в 1941 году добровольцем. Дошел до Берлина. За участие в битве на Курской дуге награжден орденом за отвагу. Почти всю жизнь он посвятил лечению животных, основав целую династию ветеринаров. Честь, что отец прошел войну. Мы гордимся им, что он воевал, что победу одержал. Что мы родились в продолжении его династии. Семеро детей, всем дали образование. Всех поставили на ноги. Прокопий Янгутов является одним из долгожителей Ангарска. 21 июня ему исполнится 101 год. В техникуме рекламы и промышленных технологий накануне поздравляли и честовали ветеранов Великой Отечественной и граждан, родившихся в военные годы. Инициаторами встречи стали сами студенты. Совместно с ресурсным центром общественной организации «Российские патриоты» и воспитанниками седьмого интерната они подготовили большую праздничную программу. Большинство ветеранов, которые присутствуют здесь, это работники нашей системы профессионального образования. Мы очень рады, что сегодня пришли ветераны. Концертная программа, которая представлена коллективами не только нашего техникума, но и коллективами города. Ветеранские организации принимают участие, за что им отдельное большое, огромное спасибо. Перед ветеранами выступили хор «Родная песня», ансамбль местного отделения Всероссийского общества слепых и ангарский клубный дом. В конце мероприятия ветеранам вручили цветы и памятные подарки. Траурный митинг провели возле мемориала «Голуби мира» ученики седьмой общеобразовательной школы. Мероприятие было приурочено к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На площадь возле Музея Победы вышли 575 учеников. Вместе со своими родителями и педагогами они почтили память бойцов, погибших на полях сражений. Во-первых, дети все замечательно принимают, так же, как и родители, к нашему большому удовольствию. Вот новинка такая, с прошлого года мы стали петь военные песни, потому что это сближает, объединяет. Причем эти песни мы накануне разучиваем. Такие мероприятия в преддверии 9 мая проводятся в школе с 2003 года. По окончании митинга к мемориалу Голуби Мира ребята возложили живые цветы, а в небо отпустили воздушные шары. Военная монгольская делегация из города Улан-Батор посетила наш город. Между Ангарским музеем Победы и Музеем монгольского воинства 4 года назад было подписано соглашение о сотрудничестве. И в этом году монголы приехали, чтобы открыть первую совместную выставку, посвященную 71-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. Она основана на архивных газетных материалах. Здесь представлена форма монгольских офицеров и международных военных молодежных организаций. Мы привезли материалы, которые связывают наши два народа. Это первый договор, который был подписан в 1936 году о взаимопомощи. И следующие другие договора, и архивные материалы, и фотоматериалы, которые рассказывают о Победе в районе реки Холхенгола. На выставке также представлены экспонаты первого дома музея Жукова. Например, форма международной молодежной организации, принимавшей участие в парадах к юбилею Победы. В эту организацию входит народ Монголии и России. На встрече делегаты отметили, что наши музеи очень похожи. У стен иностранного учреждения также стоят экспонаты танка, самолета и гаубиц. В выставочном зале Ангарского городского музея открылась юбилейная экспозиция художника и преподавателя Эммы Якушенко. В этом году исполнится ровно 50 лет, как Эмма Владимировна живет в Ангарске. Сюда она переехала из Астраханской области. За это время автор выставки работала преподавателем в техникуме легкой промышленности и в двух художественных школах. Люблю писать маслом, люблю писать акварелью, люблю писать гуашью. И графику люблю. Вообще люблю погрузиться, когда возникает какая-то идея, мысль. Люблю погрузиться в работу, чтобы не сидеть, не отрываться, не отвлекаться. Иногда бывает, что какой-то момент досады, что уже погрузился в эту работу и знаешь, что тебе надо подрываться и бежать три часа в школу на любимую ту же работу. В экспозиции представлены более 50 творческих работ художника и ее учеников, выполненных акварелью, гуашью, карандашами и тушью. Выставка будет работать до конца месяца. Финал первого турнира по футболу на призы благотворительного фонда Красноштанова проходил накануне в Уссули-Сибирском. За первое место боролись шесть команд из разных городов Иркутской области. Среди них и ангарчане. Кто же стал победителем, узнаем из сюжета. Соревнования по футболу среди школьных команд раньше проводились отдельно в каждом городе, но юные спортивные таланты границ не терпят. Поэтому организатор, благотворительный фонд Красноштанова, решил провести областной турнир среди лучших команд. Праздник нам удался. Ребята все играли с большим азартом, с желанием. Это самое главное. Мы и трудимся, и работаем для того, чтобы наши дети чувствовали себя нужными, чтобы у них была интересная и красочная жизнь, чтобы спорт ходил не только во дворы, но и чтобы это было повседневное занятие. В первом туре чемпионата участвовали 9 команд, по 3 от каждого города. Затем, по результатам всех игр, две сборные, набравшие наибольшее количество очков, вышли в полуфинал. Три команды отсеялись, оставшиеся четыре и сыграли в плей-офф в минувший четверг. В первом полуфинале с разгромным счетом 6-0 победу и место в финале завоевали ученики школы номер 38 города Иркутска. Бороться за кубок им предстояло с вторым ангарским лицеем. В решающем матче наши земляки одолели соперника со счетом 1-0. Мы же смотрели, как они играют. Они ниже нас играют. Игра должна приносить удовольствие. Для меня, например, она приносит удовольствие. И как победа – это просто заслуга такая победа. Все участники турнира получили от благотворительного фонда Красноштанова памятные грамоты и подарки в виде спортивного инвентаря. Ведь главная цель проведения подобных соревнований – не выявить победителя, а приобщить как можно больше детей к спорту. И на сегодня это все. Выходные итоги недели подведет мой коллега Данил Недзельский. А я желаю вам побольше позитивных новостей и с наступающим праздником Великой Победы!